Продолжение следует... Можно сказать, что современное состояние профсоюзного движения, например, хорошо описано в такой брошюре 2000 года за авторством Александра Владимировича Золотова «Разрешение противоречия рабочего движения России». И даже по оглавлению, по содержанию брошюры можно отметить, то есть насколько эта тема всё-таки развита и есть где это почитать. Первый вопрос. Решающая роль рабочих в партии и профсоюзах – фактор исторических достижений российского рабочего класса. Второй вопрос. Утрата партии и профсоюзами рабочего характера как причина поражения рабочего класса. Третий вопрос. Необходимость и пути организационного закрепления рабочего характера партии и профсоюзов. То есть вот такая кратенькая брошюрка, которая может очень подробно рассказать о том, о чём мы говорили в прошлый раз. Следующая брошюра – проект Трудового кодекса России, изданный в 1996 году, подготовленный специалистами фонда рабочей академии. С двумя членами рабочей партии России. И Федотовым Константином Васильевичем. Константином Васильевичем Федотовым и Михаилом Васильевичем Поповым. То есть тот проект, положение которого входит уже в современный трудовой кодекс, который, к сожалению, в силу того, что трудящиеся слабо отстаивают свои интересы, периодически уменьшается и дополняется теми положениями, которые выгодны работодателю, собственникам средств производства. И теряются. Да, и теряются завоевания, которые были до этого. Еще такая вот брошюра, которую я совсем недавно нашел, называется «Новое рабочее и профсоюзное движение в Ленинграде, Санкт-Петербурге. Конец 80-х, начало 90-х». Справочное аналитическое издание. Очень интересное издание, как раз о том переходном периоде, с которого мы начинали, то есть с момента реставрации капитализма в России, примерно с 1991 года. И там по состоянию на середину 90-х годов. То есть там есть упоминание и профсоюзной организации первого контейнерного терминала, Федерального профсоюза авиадиспетчеров, там есть и политические партии. Ну и интересная, в общем, такая интересная брошюра, которую тоже можно почитать. То есть как такового недостатка в материалах нету, работа эта постоянно ведется. Это все можно изучать, это все очень интересно. При необходимости мы товарищам предоставим то, что есть в печатном виде и в электронном виде, что надо оцифруем. Это вот первое, что я хотел сказать, так сказать, обращаясь к предыдущему разговору. Ну а теперь хотелось бы узнать, как создавать профсоюз. Да, я все равно отступил бы на шаг назад и поставил бы вопрос о необходимости. Если необходимости нет, то нечего и создавать. У нас есть всякие дела, есть проблемы, есть домашние, плохая жизнь. А тут еще суета-сует создавать профсоюзы. Тут надо сначала остановиться на этом. Есть ли необходимость в создании профсоюза? Значит, для этого надо еще сделать один шаг. Когда человек поступает на работу, что он делает? Он продает свою способность к труду, рабочую силу. Причем вот на этом рынке он один. Один, никого тут нет, но, собственно говоря, и не будет в этом смысле. Он поступает, он одиночка, если ты будешь чего-то требовать больше, чем тебе предлагают, ну и скажут, идите и ищи на другое предприятие. А для того, чтобы были люди сговорчивые, для этого существует такое явление, как безработица. Я думаю, что современному грамотному человеку понятно, что легко посчитать, сколько у нас рабочих мест, и, соответственно, сколько должно быть работник. Но, значит, количество рабочих мест, кто эти регулирует? В том же пододателе, то есть капиталисты. Значит, они заведомо делают количество рабочих мест меньше, чем есть работников. Понятно зачем? Понятно, потому что вы приходите, начинаете торговаться, до свидания. Вот есть другой, есть третий, есть четвертый, есть пятый. Причем это во всем мире так, во всех буржуазных странах. Потому что у нас же демократия, то есть, есть свободное у нас законодательство. Значит, по какой цене хочет брать капиталист, по такой берет. Вот. А по какой цене отдает свою рабочую силу рабочих? Такой он отдает. Не хочет, не отдавай. А какие варианты у рабочего? А варианты такие. Если он будет ходить со своими повышенными требованиями, повышенными по мнению работодателей, то, так сказать, он походит, походит, и так и не устроится. Ну, вот его могут, значит, как безработного взять на один год. Через один год ему будут что-то платить. Конечно, очень мало. А через год его забудут. И все. Забудут. То есть, судьба тех, кто не попал на работу, у кого окончилась оплата, как безработного, ну, вы знаете, какие у нас. И там умирают, и там умирают, и там. Он может при этом заболеть от недоедания, зимой от похолодания. Потом, значит, где-то он, поскольку он не работал, у него взяли паспорт, сказали, чтобы мы на вас оформим. Ничего не отдали, денег не дали, паспорт потерял. В общем, он уже и на учете не стоит. И картина у нас примерно такая. На сегодняшний день, уж если говорить о необходимости, тут надо посмотреть на него с широких таких позиций. Картина такая, что у нас средняя семья – это двое взрослых, один ребенок. И с 2000 года у нас, так сказать, вот этот крест России. То есть, если у нас до этого и в войну, и в революцию, и после войны, и после революции, и в самые тяжелые годы у нас рождаемость опережала смертность. А сейчас смертность опережает рождаемость. Поэтому картина такая, вы, значит, несговорчивые пришли, и он с вами так вот он говорил. Значит, что можно по этому поводу сказать? По этому поводу сказать, что если, так сказать, ничего тут не делать, вот вы поступили на предприятие, на завод, оформились, подписали, трудовой договор подписали на условиях каких? На самых плохих, потому что никак невозможно на хороших условиях. И если кто-то там, скажем, беременная женщина начинает что-то там доказывать, ну, как бы сказать, а мы не отказывали, она не согласилась. То есть, по идее, нельзя отказать, но никто и не, так сказать, не может добиться этого дела, потому что работодатели что-нибудь придумают. Что нам не подходят по этой причине, по той причине, по всей причине, потому что кто у нас хозяин сейчас? Хозяин у нас капиталист. Он не работодатель, он покупающий вашу одну и только вашу способность. Все остальные способности ваши, и деторождение, способности к воспитанию нового человека, способности к развитию, способности к борьбе, это его совершенно не волнует. Вот он у вас покупает, способный к труду за ту цену, которую он сам и установил. Хотя, вы посмотрите, когда между собой торгуются, один так, другой сяк, какой-то торт. А какой здесь может быть торт? Ну, вот я один пришел к вам наниматься. Вот я хочу вот столько торговать. Вот смотрится у меня, нет, за такое у вас не возьмут. И все на этом. И весь конец. Куда я могу жаловаться? Вы ничего не нарушили? Я говорю, я свободный человек, кому хочу, тому и пойду. А вы тоже свободный человек, хочу, кого хочу, тому и возьму. Вот тут одна свобода, другая свобода. Чтобы люди представляли, что это, так сказать, так свобода, можно сказать, формальная. А на самом деле свобода – это сознание необходимости. Вот свободен тот человек, который понял, что необходимо что-то предпринять, чтобы ситуацию изменить. Вот тот свободен. А этот человек, он, вроде бы как, никто ему ничего не запрещает, никуда его не берут, и он умирает. И у нас смертность срога с двухтысячных лет. Она вот, все время превышает рождаемость. Поэтому я думаю, что в доказательство необходимости это как-то поправить, надо подумать, а какие есть возможности это поправить? Поправить можно тогда, когда я вошел в коллектив, и коллектив стал коллективно продавать эту самую рабочую силу. Коллектив. А как коллективно продавать? Ну, речь идет о продаже рабочей силы, поэтому должны объединяться люди одной профессии. Вот люди одной профессии, когда соединяются, получается профессиональный союз. То есть, я бы вот советовал сейчас особенно не сокращать профсоюз. Потому что дело в том, что это профессиональный союз. Вот если я токарь, так и токарь должны соединяться. А если я слесарь, то слесарь должны соединяться. Или, по крайней мере, работающий в определенной области. Вот этот, скажем, весь завод занимается беспилотниками. Ну, так вот, профсоюзы рабочих, которые заняты производством беспилотников и так далее. То есть, и сокращения не нужны, и боязнь тут никакая не нужна. И даже соединение с партией здесь не надо. Потому что, вот, например, вы, наверное, знаете, что в Великобритании есть две правящих партии. Одна из них лейбористская. В ней основная масса членов профсоюза. То есть, они свои задачи, связанные с получением зарплаты, решают. Других никаких задач не ставят и не решают. И они идут в классе политически. Поэтому никакого там сильного улучшения нет. И там стараются куда-то подальше закинуть эти заводы, чтобы они не торчали. И не портили впечатление от прогулки по городу и так далее. Вот. А в принципе, в принципе, речь идет о том, вы как, понимаете ли вы, дорогие товарищи, что выиграть можно, только соединившись с теми, кто тоже в этом заинтересован. Причем с теми, кто имеет такие же условия. Не надо спрашивать, какие у него идеи, какие у него мысли. Некоторые вот все время нас любят с таким пафосом говорить. Это желтый профсоюз. Что значит желтый? Это профсоюз или нет? Если это профсоюз, профсоюз роботников одной профессии. А какая у него идеология? А какая должна быть идеология у профсоюза? В каком обществе он создан? Это основная масса профсоюзов. Конечно, они буржуазные касаются этой идеологии. Но мы о идеологии говорим или о том, чтобы повысить зарплату и улучшить успех? Об экономических интересах. Да, об экономических интересах. Экономические интересы у нас, если у нас равные условия, значит у нас одинаковый экономический интерес. Если есть другой опера, так сказать, совсем в другой отрасли, то у нас нету этих равных. И в профсоюз входить не надо. Поэтому, когда начинают делать профсоюз из всех людей, которые в разных местах и разными вещами занимаются, это никакой не профсоюз. Это Лимбан. То есть, профсоюз – это союз работников одной профессии. Поэтому вопрос о необходимости сводится к следующему. Хотите вы улучшить условия продажи своей рабочей силы или не хотите? То есть, то, что вам выгодно улучшить свою рабочую силу, это можно и не спрашивая определить. Это я могу додолго сюда. Что всем выгодно, если зарплата будет больше, а условия труда лучше. А вот хотите вы улучшить? Если не хотите, то извините, что я побеспокоил. И даже мы своей передачей, извините, если кого вы беспокоили, так сказать, тем, что мы предлагаем в некоторых пути, как улучшить свое положение, лучше не смотрите ее тогда. Потому что зачем? Извиняйте. Извиняйте, пожалуйста. А если вы хотите, значит, вопрос тогда стоит не в том, как сразу начинаются какие-то странные беда. Вот я вот прямо удивляюсь. Люди, вот ты с ними говоришь, как создать профсоюз, они начинают, как зарегистрировать, как платить зарплату бухгалтеру. А зачем вам бухгалтер? Зачем вам бухгалтер? Вот я уже не сильно молодой человек, и когда я был в профсоюзе, мы, когда платили профсоюзные классы, марочки наклеивали, профсоюзные беды, марочки, и все. И все. И поэтому, так сказать, у нас было видно, что мы взносы заплатили. А зачем взносы нужны? Взносы вообще-то нужны для вот этой самой борьбы коллектива. Потому что вам бумагу нужно купить, вам нужно сделать там проект коллективного договора, распечатать какие-то материалы, всем раздать, может быть, небольшие затраты. Ну, какие-то затраты. Вот докеры, например, для себя определили 2%. 1% это, так сказать, на обычный профсоюз, а еще 1% на то, чтобы мы выигрывали. Потому что если вы не потратите, то вы и не выиграете. Ну, в буржуазном вовсе это всем понятно. Что вот в буржуазии, так сказать, так она и делает. Вложишь – получишь. Не вложишь – не получишь. И если вы вложили только на велосипед, то уже на автомобиле не поедете. А если вы вложились на автомобиль, ну, там тоже много градаций. Ну, вы думаете, что вы собираетесь получить. Докеры понимают, что вот у них начнется забастовка, во время забастовки надо кушать. Причем детям и женам. И в это время, значит, из этого фонда профсоюзного, значит, деньги берутся, и, соответственно, люди нормально живут до окончания забастовки. А потом они опять получают зарплату. А иначе, если вы начнете забастовку и мучиться будете, да кого вы этой пугаете забастовкой? Сами себя. Поэтому это как-то неразумно вообще. Поэтому выступать, например, за забастовку без профсоюза – это глупость несу свет. Никогда вы не выиграете без профсоюза. И никто и не выигрывает, только проигрывает и только теряет, так сказать, зарплату и теряет, может быть, и работу, потому что уволить вас могут. Потому что нормы вы, допустим, не выдерживаете. И где-то дисциплину нарушили раз-два и уволили, и выставили до свидания. Когда мы говорим о необходимости в профсоюзе, это не надо сюда приплетать никакую регистрацию. Нигде не написано, что нужно регистрировать в профсоюз. Вот с одной стороны люди вроде с опаской относятся к этому. Вот и да, вдруг мы создадим профсоюз, на нас нападут. Во-первых, нет никакой необходимости в регистрации. Во-вторых, кто вообще сказал вам, что нужно идти и говорить кому-то, что мы создали профсоюз? Вот зачем это говорить? У кого болит голова от того, что он не сообщил, особенно не сообщил дорогому работодателю, что он создает профсоюз? Я скажу, вот я иду на вы. Вот посмотрите на нас с Дмитрием Олеговичем. Я немножко занимался сам, я с ним не буду бороться, у него вес другой. Зачем я буду бороться? Я поищу кого-нибудь, который щупленький такой, и подножку сделаю, и вроде как ничего. А зачем мне? Он сейчас вот рвет, завернет и придавит телом. Зачем мне это нужно? То есть, ну как-то вы понимаете, что речь идет о том, что вы хотите бороться. За что? За то, чтобы повысить свою зарплату и улучшить условия труда. Вот и все. Больше тут ничего нет. Зачем вам бухгалтер? Чтобы зарплаты. А бухгалтер... Знаете еще, зачем вам бухгалтер? Объясняю. Те люди, которые сделают бухгалтеру, они устраивают специальный безналичный счет. А этот счет где? Ну, он в банке. Поэтому они первую очередь делают, сообщают, кто вступил в профсоюз. Ну, это как вот, я не знаю, вы какую-то спецоперацию проделываете, создаете профсоюз, которым не должен, значит, работать. Ему-то какое дело? Я состою в профсоюзе или нет? Это не ваше собачье дело. Хочу в профсоюз, хочу в медсоюз, хочу в медсоюз. Вот какое дело. Хочу в союз художников, потому что сейчас, если что-нибудь молюешь, ты можешь считать, объявить себя художником. Но если стихи такие глупые, можно объявить себя поэтом. В чем проблема? Ну, зачем вот вы идете, что такое сделать бухгалтера и оформлять сдачу взносов через бухгалтерию завода, чтобы ваш работодатель знал, кто воюет против него? Ну, я не знаю, вы хоть что-нибудь читали, книжки про войну или про какую-нибудь борьбу? Ну, зачем вы хотите создавать вот такую ситуацию, когда у вас 5 или 7 человек, ну, когда 700 человек... Это же плюс 10. Ну, 10, ну, 10 и выгонят ваших 10. Ну, будет у вас 50 или 40, или 35 хотя бы. Ну, если у вас там 3, 5, 7, вот они норовят это все время с этим делать. Потому что сколько я вот знаю случаев таких, когда сидела-сидела, умирает профсоюз, и до тех пор он не закрывает, пока все деньги не съест та, кто получает зарплату, бухгалтер. А получает, получает, а уже председателя нет, а бухгалтер все есть, и есть, и есть, и деньги кончили. Кончили деньги, и все. Это профсоюз защита, не на высоком азоте. Я у них выступал, там было много людей, наш товарищ наш принес туда материалы всякие разные, интересные. Мы им помогали, и они хорошо, активно действовали, а кончилось вот так. Поэтому, если вы хотите, так сказать, не продолжать борьбу, а просто начать и вспыхнуть, то, знаете, как вот эти, если вы этой спичкой не собираетесь зажечь газ, который будет ровно гореть, а просто эти спичками под кастрюлей что-нибудь, огонь, так сказать, подводите каждый раз, зажигайте, и так будете суп варить 2 часа, то все спички кончатся, и деньги у вас кончатся, потому что очень много спичек надо будет. Вот поэтому этот вопрос, самый главный, необходимость, вот, как профсоюза, его нужно понять, тот, кто считает, что профсоюз ему не нужен. То есть это те люди, одиночки, которые, как волки, так сказать, я один буду, один сражаться, таких много тоже есть, которые сражаются, потом они, значит, они очень много работают, так сказать, и тогда перебирают и 4, и 5 часов сверхурочных, вот, причем работа тяжелая, потом раз, и умер человек, очень много таких смертей, много, вот, он вроде как самостоятельный, один, и что, и все, я думаю, что мы должны понимать, что у нас есть вредное производство, у меня, например, отец был вредным производством литейных, 50 лет, на 10 лет раньше выходили, с 60-ти были на пенсию, на 10 лет раньше вышли, через полмесяца своего не стало, и я получил, как сын, вот эти самые, половину его пенсии, и на этом все. Но если бы это касалось моего отца и другие товарищи из этого же цеха, которым на 10 лет раньше, так сказать, положено выходить на пенсию, они на 10 лет раньше и умирают. Примерно в том же возрасте. Примерно в том же возрасте, 50, ну, 50 сгахов, 50 сгахов. Поэтому тут, как говорится, не смотрите, не слушайте, кому не надо создавать профсоюз, кто не хочет коллективно добиваться улучшения своего положения, ему этот профсоюз не нужен, и смотреть не надо. Не, ну, хотите, смотрите, у нас это не закрывается. Ну, это, как говорится, это вот может посмотреть, конечно, но, в общем-то, ни к чему. А вот тот, кто хочет это создавать, вот для них мы можем говорить, но для этого надо понять, почему необходимо, потому что только коллективная борьба может, и причем она законом установлена, потому что профессиональные союзы давно очень созданы, давно еще Маркс о профсоюзах писал в нечете философии в книге «Против прудов». и говорил, что начинается борьба с борьбой за заработную плату, начинается с этого. А для этого создается союз по профессии. Вот, и поэтому будете вы участвовать, не будете, во всем мире профсоюзы борются, вы будете, то есть нормальные люди все борются, а те, кто не борются, те просто ненормальные, я бы так сказал, с позиции, ну, если, так сказать, науки смотрите, исторической практики, то есть те люди, темные люди, темные, забитые, я их не обвиняю, они, видимо, до того их затуркали, эти самые работодатели любимые, что они, так сказать, сдаются, не начиная борьбу. Ну, так это вы в таком положении, что у вас нет никаких прав, вы всегда окажетесь. А если вы пойдете по другому пути, вот скажем, дескать, ну, а вот что вот я вас слушаю, я вот, получается, почитаю закон о профсоюзах, почитайте, и вы увидите, какие права у профсоюзов. Много прав таких, которые не имеют, если человек не вступивший в профсоюз. Потому что с профсоюзом надо кое-что согласовывать, профсоюз имеет право иметь профсоюзных инспекторов по условиям труда, профсоюз может ставить любые вопросы перед государственными органами, и вообще объединение в профсоюз – это не политический орган. Ну, когда вот мы с вами решили создавать профсоюз, это совершенно неважно, какие у вас взгляды или какие у меня взгляды. Сепаратистские, политические, экономические, кто за социализм, кто за капитализм. Если вы за феодализм будете вступать в профсоюз, если вот за рабовладение кто есть, тоже вступайте в профсоюз. Не важно, что у вас в голове. Мы же не занимаемся вашей головой, мы занимаемся вашей зарплатой. Вы хотите, чтобы у вас зарплата, ну, если вы за феодализм будете потом про царя, царя прославляют, батюшку, но у вас будет тогда хоть деньги для того, чтобы вы прославляли. Ну, вы деньги получите. И время. И время определённое. А если у вас ни времени, ни денег нету, чего вы будете прославлять? Поэтому когда вот, я всё время вот, я просто удивляюсь, приходят, говорят, это жёлтый профсоюз. Что вы хотите им сказать, что в буржарном обществе буржарные профсоюз? А вы что, думали, коммунистические будут буржарные профсоюзы? Ну, никаких других и нету. Нет, ну почему? Ну, есть такие люди, есть такие профсоюзы, их немного совсем. Но я, правда, не знаю, чисто коммунистические профсоюзы. Вот, я говорю, чисто, красных, то, наверное, и нет. Ну, может и нету, а может есть, а мы не знаем. Я же не знаю, у нас информации об этом нет. Никто не старается. Значит, хорошие профсоюзы, что мы покажем, что не знаем. Хорошие. Может они всё уже подготовили и ведут такую глубокую эшелонированную борьбу, но ни в чём это не проявляется. Такого быть не может. Да. Почему не может? Вот есть такая точка зрения, что надо наделать много членов партии, и тогда начать борьбу. Вот у нас в Порту было три члена партии. Нет, вернее, да, три члена партии в Порту. Тимофеев, Федотов и Рысев. И вот они, вот Рысев есть в той гадете, которую я принёс. И вот, а я был консультантом. Я никакого отношения непосредственного к Порту не имею, но я был научным руководителем у Федотова в университете. Когда он там учился, получал вторую специальность. Вот юридическую. У него есть и экономическая, и юридическая специальность. То, что надо. А он начальник консалтинга правового отдела. И все дела вот эти вёл. Поэтому, вот скажем, вот такой коллективный договор подготовили и заключили. Мощный. Это вот изданно на обязательстве политехнического университета. Какие средства? А договор включите, что обязанно опубликовать. И будут вам публиковать, если вы включите. Но не будете включать, значит, за свои деньги будете публиковать. Бесплатно никто не будет печатать сейчас. Никто не будет. Это уже немало средств. Немало. Конечно, еще я понял. Ну вот, короче говоря, надо сразу, чтобы этих товарищей, которые не собираются бороться коллективно за улучшение своего положения, их оставить в стороне в покое. Не надо их переубеждать. Не хотите, не боритесь. Давайте выясните, кто хочет коллективно бороться. Если этот коллектив два человека, не надо бороться. И один тоже не надо бороться. Уже пробовали. Вот я один пойду. Причем, ну, в некоторых областях нашей жизни, там тоже самое науки. Ну, а там и предполагается. Я один вот впервые вот эту идею выдвину. Тут за это хвалят как бы. Надо еще доказывать, что никто раньше этого не сказал. Но зато на защите это боком выходит. Потому что если ты один, а нужно две трети, чтобы за это проголосовали. Чтобы ты прошел. Поэтому это не совсем совместимо. Ну, может быть, на третьей защите вы и получите. Как я. После третьей защиты я получил докторскую степень. А так, вот, два раза прокатили проекты. То есть, другая совершенно область. Это не коллективная работа. Потому что в науке, наоборот, такая. Да я один я, вот сделал эту мысль. Только один. А тут на заводе все же делают сообща. Все делают вместе. Работают. Если один не работает как часы, а у других тоже проваливается. А если конвейер, а если, так сказать, это он ремонтник. А если он от него, так сказать, работает следующий шаг в разделении труда. И все полетело. Поэтому давайте, вот, я думаю, надо подытожить первый пункт, что разговор должен идти с теми, кто решил улучшить свое положение путем коллективной борьбы. Тех людей, которые имеют сходную профессию. Потому что профессиональный союз – это союз людей одной профессии. То, что не хочет улучшать. То, что он улучшается, это всем известно. Вы можете, вам это можно не смотреть. Берите любые книги про профсоюз. И вы узнаете, что люди, которые вели профсоюзную борьбу, в любой стране, какую только вы не возьмете, очень много побед и очень много улучшений. А если люди не ведут борьбу, ну вот вы работаете, работаете, а потом переработаете и идете раньше времени на кладбище. У нас как? Пробладательная жизнь растет или падает? Падает. Ну, если 5 лет, вот, люди выходили на пенсию, еще прибавили 5 лет с легкой подачи Дмитрия Медельева. И что? Непонятно, что? Ясно, и уже когда начинаются болезни, и когда ходят по врачам, вот и говорят, а вам еще 5 лет, а вы уже приготовились, только приготовились, сейчас уже отпраздновать, что вы будете получать пенсию, а раз, еще и опять. Вот я не попал под это дело. Некоторые товарищи помоложе меня уже попали. Они уже все потеряли. Ну, вот давайте вот эту первую часть будем считать в закрытой смысле необходимости. А тогда уже пойдет разговор, как делать. Потому что объяснять, как делает профсоюз тем, кто его не хочет создавать, не хочет вести коллективную борьбу, это пустое дело. Но мы это не делаем закрыто. Это, конечно, не секрет. Не секрет, но это значит, что это не та аудитория, и мы не для этих товарищей, которые не собираются бороться. А те, кто собирается бороться, им надо объяснить, что для этого нужно сделать. Во-первых, вы собираетесь бороться в буржуазной стране, у нее есть свои законы. У нас есть буржуазная демократия. Вы можете 10 раз говорить, что она плохая, я сразу соглашусь. Но если это буржуазная демократия, вы надо прочитать, какое есть законодательство о профсоюзах. Всего надо прочитать два документа. У нас народ грамотный в стране, и столько документов уже прочитано, один документ закон о профсоюзах. Профсоюзов, с него начнем. Вот, если вы скажете, я что-то не так сказал, а вы прочитаете, скажете, а вот в законе написано, а вы-то что сказали? Вот, потому что действовать нам нужно по закону, потому что кто хочет сталкиваться с законом, мы не рассчитываем на тех людей, сейчас, свою передачу это делаем, которые не собираются соблюдать закон. Но если касается создания профсоюза и прочих, и чтобы к вам никто не приставал, и чтобы еще кроме работодателя не подключалась сюда машина государственного принуждения, то я думаю, что лучше сначала почитать. Вот ничего страшного в этом не будет. Сразу хочу сказать, как представитель науки, что вот если я зайду в Дом книги, там вот такие вот тома, которые написаны людьми, которые на этом делают деньги, о том, какие права у профсоюзов и прочее, прочее, толкование разных статей. Вот если могу я сослаться в какой-нибудь суд или в какой-нибудь орган, который защищает работников, могу я сослаться на толкование? Не могу. Только на сам закон. А закона два. Первый закон о профсоюзах, он совсем короткий. И из этого закона вы узнаете первую вещь, которую вот, вроде я это стараюсь, вот, например, объяснить людям, но как-то не запоминается, что не требуется регистрация профсоюза. Может быть, профсоюз зарегистрирован, может быть, не зарегистрирован. Точно, это и вообще не требуется регистрация общественных объединений. Вот, например, я сейчас вот являюсь президентом фонда рабочей академии. Это зарегистрировано общественное объединение, оно зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. А есть рабочая партия России, которая не зарегистрирована и действует на правах общественного объединения. Есть закон об общественных объединениях, он менялся. Вот, и он существует, и он позволяет вам вести общественную деятельность в рамках законодательства России без всякой регистрации. Никто из вас не требует. То есть, это достижение капитализма. Никто из вас не требует, что любой шаг вы регистрировали. Нет, хотят вот идти регистрироваться. Я не знаю, зачем вам это нужно. Опять, с какой целью надо регистрировать, то есть, регистрировать не надо. И здесь вот, прочитаете, в этом законе о профсоюзах написано, что могут быть зарегистрированы, могут не зарегистрированы. А что такое зарегистрированные объединения? Поскольку я как раз представителями являюсь регистрированием. Это что означает? Что вы должны будете отчетовать и посылать в налоговую инспекцию. А ее теперь посылают по защищенным средствам связи. Поэтому надо деньги большие платить тем, кто эти защищенные, так сказать, наши цифры будет передавать. А цифры у нас нули. И мы за эти нули, тысячи рублей, пересылаем вот этим самым гражданам. А без этого у нас налоговый не примет. А в налоговую надо ходить и все время сдавать. А чтобы все время сдавать, надо платить бухгалтеру. И вот бухгалтеру мы платим совсем мало, 8 тысяч. Но эти 8 тысяч, когда вы умножите на 12, будет 96 тысяч. А на 96 тысяч можно хорошо сейчас пойти и перекусить. Короче говоря, я вот не очень понимаю, товарищи, если кто-то воспринимает нашу передачу как то, что мы агитируем. Нет, мы не агитируем. Мы просто предупреждаем и разъясняем. Не хотите – не надо. Ну, если вы хотите, ну зачем вы… Ну, вас никто не просил тащить кирпичи. Нет, вы туда, значит, кирпичи наложили и пошли. Зачем вам терегистрировать? У вас 5 человек, мы должны зарегистрироваться. Зачем вам регистрироваться? А как провести собрание? Ну, как провести собрание? Вот мы двое сидим, третьего возьмите. Третьего. А два как-то они у нас не смотрятся. У нас всё, вы знаете, что с трёх начинается в России. Ну, организация с трёх человек. С трёх, да. Поэтому три человека и больше собрались. Собрались. Чего вы должны сделать? Первый пункт. Да, протокол один пусть пишет. Протокол. Протокол очень простой. Протокол об образовании, создании профсоюза. Если вы новый. Если вы хотите войти в какой-то профсоюз, так нет проблем. Вы, значит, пишете заявление и входите туда. Не городите, тогда ничего не надо, если у вас есть. А если вам не нравится этот профсоюз, вот не нравится. Я не говорю по какой. Может, он жёлтый, или коричневый, или красный, или сиреневый. Ну, не нравится. Ну, создавайте. Вот сели вы втроём. С четырём, пятером, семером. И это у вас учредительное собрание. Только протокол. Видите? Протокол. Было учредительное собрание. Председателя избегите, кто будет вести. Правильно? Вот нам всё время третьего не хватает. Нам было третьего поставить. У нас бы уже модель тут была. Вот, допустим, вот, Дмитрий Ильич, председатель. А я, ну, как, изберут, если меня? Казначею надо. Казначею. Вот казначею мне подойдёт. Казначею. Если что, я убегу, и он меня не догонит. Казначею. Ну, ещё какой-то рядовочий должен быть хоть какой-то. Ну, заместитель, потому что председатель может заболеть. Уже у вас есть первое решение – создать профсоюз. Если вы создали профсоюз, то вам не надо никуда присоединяться и никого ходить просить. Если вы приняли решение войти в профсоюзную организацию такого-то, такой-то профсоюз, выбирайте, идите просить. Например, некоторые большие профсоюзы, вы к ним приходите, они говорят, сколько у вас человек? 500? Нет. 200? Нет. 100? Нет. 5? Нет, нет. На это, идите. То есть, не удивляйтесь, что если у вас будет 3 человека, никто особенно на себя брать, то есть, они за вас должны отвечать, а вы – вас трое. Ну, так это вы такая баз-организация, у вас тысячи человек или там 20 тысяч на заводе, есть такие у нас крупные предприятия, а если у вас там 5 или 7 человек, ну, не надо позориться. То есть, вы соберитесь, чтобы все-таки, ну, 15 было, 20, вообще там десятки, чтобы были, по крайней мере. Тогда, потому что маленький профсоюз, он малосильный. Вы же чем хотите взять? Числом, а не умением. А умением откуда? Откуда умение у рабочих? Вот умение бороться с работодателем. Нет еще умения. А числом можно. Один за это отвечает, другой за это. Один устал, другой поднял. Один уже, у него, так сказать, грусть-тоска, ничего у нас не получается, а другой, наоборот, нет, вот это попробовать. То есть, вы какую-то живую организацию создаете. Вы создаете. Вы не сверху, никто вам не командует, ничего. Хотите создавайте, не хотите не создавать. Но мы уже этот пункт прошли. Хотите. Раз хотите, так собирайте людей живых, которые инициативных, думающих, которые не будут цельными говорить, а у нас ничего не получится. Или вот есть такая даже стихия, нас попить, попить хотели. И так они противно были, что и правду их побили. Если вы будете рассказывать, что вас будут бить, вот любой идет. Мы идем в атаку, наверное, мы все умрем. Ну, я думаю, такие атакующие, так и будет. Да, многого не добьются. Много не добьются. То есть, первое, значит, вы решили образовать профсоюз или образовать профсоюзную организацию и будете просить в какой-то профсоюз войти. А это зависит от того, вас не примут. Вот свой создадите. Зеленое солнце, белая луна, коричневый шоколад. Как хотите называйте. Нет никаких ограничений. Абсолютно никаких. Назвали. Дальше, что вы дальше делаете? У вас есть кассир. Взносы как собираетесь? Вот, пускай записывает книжку в журнал. И отмечайте. И подписываться должны. Можете сделать профсоюзные билеты, если хотите. Можете не делать пока. Но пойдите в типографию, закажите, у вас будет билет. Какой вам нравится? Хотите с Лениным, хотите со Сталином, хотите с Марксом, хотите с кем хотите, хотите собачку там нарисуйте. Это ваше дело. Вообще, в отношении организации профсоюза, ну, нету тут никакой идеологической составляющей. Нету. Может, это плохо? Это неплохо для профсоюза. Почему? Потому что мы хотим свою зарплату, так сказать, повысить. Зачем мне нужно обязательно решать вопрос, куда Петря Леонидович попросит? Я не очень понимаю. А ему я просто не скажу, куда я буду тратить, и все. И сейчас ничего не получится. Зачем это нужно? То есть, вы должны, значит, избрать председателя, избрать заместителя, избрать того человека, который будет взносно собирать, как бы четвертый человек, пусть будет контролер. Так у вас будет все. И дальше там набираться будет. Один будет за условия труда, другой будет вопрос о зарплате. И дальше так делайте, чтобы вас люди не просто вступали в профсоюз, а давайте им общественное такое поручение. И вот какой-то вопрос. Ну, например, вопрос охраны труда. Не знают люди своих условий, не знают правил и норм. И поэтому самое обычное дело, никаких забастовок не нужно. Я вот сегодня утром пришел и знаю, что вот при таких условиях и с такой вот амуницией работать нельзя. Я сижу себе тихо и сижу. Ничего не требую. Приходит начальник, маленький бригадир. А что работаешь? Так нельзя работать, нарушено тебе. Так а что молчишь? Вот ты пришел, я тебе сказал, и дальше сижу. А что я должен делать? Я не... Запрещено. Государство запретило работать. Вы будете читать, когда про эти самые... Вот закон, трудовой кодекс, там написано. Нельзя работать, если у вас неисправная техника или если вы, так сказать, не имеете допуска и так далее. Я никакое с электричеством не имею делать, иначе буду проверять. Сколько там? 380 или 3800? Это будет последнее мое мероприятие. Вот что для этого? Это что за забастовка? Нет, не забастовка. Если кто-то предусматривает. Ты что, бастовец? Нет. Да я просто... Работа по правилам? Нет, это не по правилам. Просто я трусливый. Это вы смелый такой. А я трусливый. Я не буду работать. Потому что я не хочу, чтобы меня посадили. И вас не хочу, чтобы посадили. Потому что меня посадят и вас посадят. Меня посадят за то, что я нарушил, а вас за то, что вы это допустили, что я нарушил. Вот у меня такой вопрос. Мы, когда говорим о профсоюзах, мы, вероятнее всего, имеем в виду большие коллективы. Не можем мы иметь большие коллективы, Потому что вот те коллективы, где есть профсоюзы уже, там они и есть. Поэтому если мы говорим о создании профсоюза, нам надо вот об этом говорить. О чем мы сейчас говорим. Вот они когда будут большими коллективами, тогда мы и перейдем к большим коллективам. А большие коллективы сейчас за редким исключением, они, можно сказать, настроены не в пользу робочкой. Там на постах профсоюзных сидят люди, которые поддерживают администрацию. Администрация немножко их так подкармливает. Причем она ничего не нарушает. Потому что премию я, если я начальник, могу его отдать вам, могу за то, что вы вот такую передачу делаете. А меня все смотрят и прославляют. Поэтому почему же мне не просить дать вам премию и так далее. То есть, и это получается как бы полустихийно. Но это очень широко распространено. А в основном, в основном, редчайшие профсоюзы, например, таких как авиадиспетчер. И докеры, вот многие пропали в этот карминал. А вот, скажем, есть профсоюз, который первого контейнера карминал, да, он действительно настоящий, рабочий профсоюз. Ну, а очень много профсоюзов, которые свою задачу не выполняют. Почему? Потому что товарищи сразу занялись устройством того, чтобы был бухгалтер, чтобы они деньги делали через администрацию. Так, через перечисление на счет, чтобы администрация у вас снимала эти деньги с вашего счета. И сразу зарплата ваша уменьшается на сумму профсоюзных взносов. Вам это надо? И сразу видно, кто член профсоюза. И с него еще и деньги сняли за это. И бухгалтер. Бухгалтерам-то легче договориться. Бухгалтерам, они могут кому-то какое-то премию дать, еще что-нибудь и так далее. Поэтому, если вы хотите воевать, немножко воевать, так сказать, экономически воевать, ну, зачем же так себе обставляете, что с вами вас легко взять? Это никого не касается. Я не обязан сообщать член профсоюзов или нет. Привожу пример. Сидим мы с Константином Васильевичем Федотовым, начальником консалтинга правового отдела ЗАО «Первый контейнерный терминал» Докер. Приходит прокурор к нему. Говорит, Константин Васильевич, дайте мне список профсоюза. Константин Васильевич сидит вот так, говорит, не дал. Тот, значит, такие глаза. Прокурор пришел. И не дает. Почему? Потому что я не обязан давать. Потому что это только список членов профсоюза по решению судов. Суд запросит, есть. Вот суд на какое-то дело там возбудили, видите, в суд. Возбудите дело против нас. И в рамках этого дела судья запросит, я обязан. Вам я не обязан. Ну, тот покурорился, покурорился, тогда ушел. И все. Ну, у нас такие добрые все, что вот они сразу список профсоюза. Вы собираетесь воевать за свою зарплату или собираетесь все сдать? Ну, те, кто собирается все сдавать, ему не надо создавать профсоюз. Зачем вам создавать профсоюз? Вы сидите, смотрите кино про смелых людей, как они борются. И вам будет приятно, и другим. А зачем вот этим заниматься? Поэтому я вот, например, ориентировать за создание профсоюза не хочу. Объяснить, пожалуйста, если я сейчас могу сказать, и вопросов нет. Вот, можете мой телефон записать. 8-900-21-939-6099. Звоните, пожалуйста, я буду отвечать на ваши вопросы. Мало кто звонит. Ну, хорошо. Мы выяснили необходимость создать профсоюзу, да? И как его создать? Мы выяснили, как его создать. Да. Дальше что? А дальше, значит, что вам делать? А дальше вы руководствуясь Трудовым кодексом. Значит, выбираете, что вам нужно. Первое, что вам нужно сделать, самое простое. Значит, это у нас есть закон 130-й. Вот основные государственные гарантии по оплате трудоработников. Это важно? Мы для этого и собрались. Государственные гарантии. Нет, мы собрались для того, чтобы помочь государству нашему эти гарантии осуществить. Потому что оно же не может... Ну, ему никто не сообщает, как нарушаются вот эти гарантии. А профсоюз будет сообщать. И тогда они будут принимать меры. И вот там написано. Система основных государственных гарантий. По оплате труда работников включается величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации. Раз. Если вам меньше минимального размера оплатить, это грубейшее нарушение закона. 130-й статей. Меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания зарплаты. Вот это самое актуальное сейчас требование. Меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания зарплаты. Допустим, в этом году у нас рост цен составил 10%. Какие меры нужны для обеспечивающего повышения уровня реального содержания зарплаты? Повысить на 10%? На 10+. А если 10 без плюса, это не повышение. Это нарушение закона. Это просто индексация. Вот это индексация. И говорят, мы вам проиндексируем. Что значит проиндексируем? Вернём на тот же уровень, который был год назад. Да не вернёте вы никогда, потому что вот когда я в январе началось, вот у меня пошла картинка вниз. Целый год у меня отнимали. Потом вы на один день вернёте, и пройдёт эта пила дальше. Следующий год. И так всё время. И так всё время. Ну, поскольку я вот… Не в реальных цифрах, а именно… В реальных цифрах. Зарплата ваша, реальное содержание. Тут имеется реальное содержание – это количество продуктов, которые я куплю на свою зарплату. Это не деньги, не бумажки. А это количество продуктов. Вы вот столько картошки могли купить? А съели картошки, купите и помидоры. Помидоры стали золотые, яблоки золотые, ягоды золотые. Пойдите, купите сейчас вам фрукты уже продают. Пожалуйста, 350, 500 и так далее. Вот и всё. Так это что такое? Причём люди не то, что им не дают. Они даже этого не требуют. Объясняешь. Значит, вы должны потребовать чего там? Повышение. Так? Обеспечивающие повышение уровня реальной среды зарплаты. Я вот законопослушный. Написано повышение, давай повышение. Вы против закона? Если против закона, так вас надо как-то с вами... Так, что профсоюз делает? Что делает? Требует повысить зарплату. Если у вас цены на 15%, на сколько будете требовать повысить зарплату? Ну, хотя бы на 20%. Хорошо, это правильно. Вы как там делаете? Потому что 20% вы не получите, но будете верёвку перетять. Вот так и есть. Так вот дальневосточные докеры получили на 2%. 2% в своём коллективном договоре. То есть, если им цены на 10% – 12%, если 20% цены – 22% и так далее. А особенно таких случаев-то и нет. Почему? Потому что люди неграмотные, так сказать, они всё ходят за индексацией. А целые партии даже занимаются индексацией зарплаты. Это вот поддержка индексации зарплаты идёт против статьи 130 закона. Вы против закона идёте. Против буржуазии, можно сказать. Против всех наших работодателей. Против нашего любимого государства. Серьёзно? Против всех. И против трудящих со само собой. Ну ладно уж, трудящихся, но вы даже вообще против закона придёте. Куда же вы едетесь? Вот это первое, что этим надо заниматься. Поэтому раз. Второе. Условия труда. Вообще, вот если взять уже науку и классику Ленина. Ленин же классик. Вот берёшь его в «Великий почин». Ну, а линейка работает. Любой рабочий может его прочитать за 20 минут. Он говорит, там, коммунизм сводится к улучшению условий труда рабочих. Коммунизм к этому сводится. Не то, что вы получите, а что вы делаете. Потому что если у вас такая работа тяжёлая, что сколько вы не получали, вы скоро умрёте. Что нет таких работ? Ну, я вот побежал с моего отца на 28 лет. На 28 лет. Потому что я в сфере науки. Сфера науки – это не сфера горячих цехов. И не сфера производства. Поэтому мы можем сколько угодно плакать, как нам тяжело в одиночку. Дома сидеть. Вот я пошёл, лекцию прочитал и пошёл домой. Я могу идти пешком и в это время готовить свою лекцию. Вот, так сказать, я от этого не могу. А люди в горячем цеховке – ты хочешь, не хочешь – это вредно для здоровья. Вредно. И это вредность везде. Она что, падает или растёт? Особенно сейчас. Электромагнитное, значит, излучение. И сколько случаев выброса металла. Ну, не говоря уже о том, что он в госзнак на фабрике ночью, работница упала в бассейнерские слотовые и растворилась. Страшные условия труда. Страшные. А вы, профсоюз, должен назначить профсоюзных инспекторов труда. Вот наберёте своих. Вот у вас 15 человек. Вот вы сделаете 3 или 4 инспектора. Они должны знать все законы, свои законы. Вот это тут не написано по вашей отрасли, по вашему заводу, по вашей специальности. И по этой специальности должно быть. И потом вот приходит начальник, а вы сидите. Почему? В невыполненном условии. Или вам не дали нужный перчаток. Или вот есть это там в цехах, которые с тяжёлыми какими-то тяжестями имеют дело. У вас должны быть ботинки с железным носком. А у вас не в железном, а у вас как бы сандалии. Вот вместо сандалии у вас будет там что? Каша. Каша будет. Упадёт то, что упадёт. И всё. Поэтому, значит, вот эти инспектора, а лучше все, должны знать, какие нормы. Значит, выясняется. Когда начинает, вот профсоюз будет выяснять. И выяснится, что ваши рабочие, члены вашего профсоюза, нарушители закона. Почему? Потому что вы приступаете к работе в условиях, которые запрещены законом. А картина должна быть. Вот профсоюз как должен поставить дело. Вот приходит Дмитрий Олегович. А я сижу в такой позе и листаю нормы охраны труда и техники безопасности. Каша, почему вы не работаете? Я потому что не хочу нарушать закон. А в законе написано, что в таких условиях работать нельзя. Вы не сделали вот это, вот это, вот это. Вы не обеспечили то, что надо. Вот вы сделаете, только поторопитесь. Потому что я уже сижу здесь два часа. И вы за два часа ничего не сделаете. Может, еще будете два часа где-то ходить. Вы сделаете здесь, чтобы я мог работать. Но только без нарушений техники безопасности. А технику безопасности я нарушать не буду. Раз. Это касается безопасности вашей. А есть еще неисправность оборудования. Ну, если взять оборудование, вы же знаете, что почти все неисправно. Все неисправно. Вот опять же, вы ко мне приходите и говорите. Что это, Михаил Васильевич, дорогой? Васильевич, ты чего не работаешь? Как не работаешь? Я жду, когда исправят технику. Так ее долго не исправят. Ну, а я, давайте быстрее. Я буду ждать. Я надеюсь, что это вы быстро сделаете. Ну, а что делаете эти бригадиры, мастера, начальники участков, начальники цехов, инженеры, главные инженеры. И вот вы обеспечите мне, чтобы я работал. И я буду работать. И вам говорят спасибо. Интересно, а вы ждете, когда я себе или ногу себе потеряли руку, или что-нибудь еще, и будет всплеск металла какой-то. Вы что, или техника моя, так сказать, кому-нибудь задавит. У нас там вот в порту на большой машине, которая водит контейнер-воз. Взял так зимой, разбил все, пробил лед и утонул вместе с тем, кто управлял этой машиной. Скорость превысил, но там зимой скользко еще. И может быть, эти самые так называемые сделали так же, как вы делаете около садика. Надо такие отбойники сделать, чтобы туда как-то они их задерживали, что там приближается. Короче говоря, второе, что надо делать, условия труда и безопасность техники. Вот если это профсоюз сделает, ваша жизнь будет лучше. Независимо от того, какие у вас взгляды. Политические пристрастия и так далее. За кого вы выступаете, кого смотрите, кого уважаете, кого не уважаете. Вот вы можете меня не уважать, но я вам рассказываю то, что нужно вам. А мне-то, в общем-то, у меня условия очень хорошие, я сразу скажу. Поэтому основной проблем нет. А с вами есть. Ну вот такой основной вопрос заключается в том, что профсоюзы могут и должны это делать, но они могут и должны это сделать, когда у них есть соответствующее количество членов этого профсоюза. А все начинается с малого. Я понимаю, что все начинается с малого. Мне приходилось не раз начинать какие-то делать организации, которых раньше не было. Ну, допустим, Объединенный фронт трудящихся, Фонд рабочей академии, Движение коммунистической инициативы. Вот один человек. Это что? Вот если мы начинаем. Начинается с одного или с трех стран. С одного. Это пост. Два. Это группа. Группа. Три. Организация. Ну так создайте организацию. Три. И набирайте туда больше, 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 больше. А кто вам сказал, что нужно выступать, когда мы будем? Куда вам надо выступать? Вам нечего тут выступать. Вы должны принять решение, когда у вас будет человек 25 или 30, и вы будете принимать решение в отношении администрации, в отношении зарплаты и в отношении требований выставлять. И требования, причем требования, одно дело, требования выше, чем в законе. Для этого нужно больше половины работников, чтобы поддержать. А если это по закону 130, мне не надо больше половины. Я один буду с вас требовать, потому что я согласен со своим государством, а вы с ним не согласны. Я человек государственный, значит, я требую, чтобы вы это выполнили. А вы не будете это выполнять? Ну тогда смотрите, против вас. И в суд могу направлять, и куда угодно. В Рострудинспекцию, в прокуратуру. Причем так, в Рострудинспекцию, они правда, конечно, любят больше всего администрацию, но надо сидеть свое место беречь. Там денежное место, поэтому если они хотят усидеть, а если они увидят, что этот человек не просто так, а он требует, и все. Он туда напишет, туда напишет прокуратуру. А прокуратура чем занимается? Она контролирует... Выполнение закона. Единообразное. Единообразное соблюдение законов. А то у вас так, рязанские, и вы рязанские законы выполняете, вы казанские, я московские, ленинградские. Нет, вы давайте, так сказать, вот какое написано у вас здесь, в общегосударственные требования. Некоторые не любят, поэтому законы только указы издают, или еще какие-то постановления правительства. Постановление правительства, нет ответственности за него. Ну вот я вот министр, я не выполнил постановление правительства. Что дальше будет? Ничего. А если я закон не выполнил, то теперь могут посадить. Вы сделаете закон, целая дума сидит. Сидит, сидит и не принимает закон. Вот, например, у нас есть указ президента о плане развития до 30-го года. Хороший, я план прочитал, но мне понравилось. Ну, только указ. Ну, этот указ, за него, если кто-то не будет его выполнять, никто не принесет ответственности. Почему? Потому что указ не предусматривает никакой ответственности за его выполнение. Ну, президент имеет право выйти в Думу и предложить закон, потому что у него есть право законодательной инициативы. У меня нет. И у вас нет. Потому что право законодательной инициативы имеют члены Госдумы, Совета Федерации, правительство целиком. Президент право законодательной. Только предложите еще закон. Ну, так если они не предлагают. А вы можете их просить предложить. Профсоюз вас может написать письмецо доброе. Что мы тут люди бедные, несчастные, простые. У нас есть профсоюз, мы хотели бы такой закон. Вы не могли бы вы, используя право законодательной инициативы, допустим, депутатов обращать, вот вытянуть такой законопроект. А вы не можете. И я не могу. И вообще никто не может. Уже председатель правительства не может вытянуть закон. Вот президент может. Президента попросите. Сейчас очень просто написать президенту. Открываешь там сайт Кремлин.ру и пишешь туда. Дорогой Владимир Владимирович, вот просьба в связи с тем-то и тем-то внести такой-то закон. Просите. Ничего с вами плохого не будет. Хорошо. Ответ получите очень быстро. Хорошо. У меня такой вот вопрос. Практически. Ставим себе ситуацию. Небольшое предприятие. которое занимается, ну там, условно, сборкой электрических шкафов. На предприятии работает три сборщика монтажника, кладовщик и подсобник. Пять рабочих. Ну вот эти пять рабочих должны образовать пять профсоюзов, этих пяти рабочих. И строго заниматься одним. Кол договором вы не заключите, потому что для этого нужно больше половины членов коллектива. Ну, у вас, если это вот все предприятие, то можете заключить. Это кусочек. Это производственная часть. На эту производственную часть, условно, приходится там еще семь-восемь. Вот поэтому, по части, исполнение законов вам для этого не надо нисколько человек. Я один могу требовать исполнение законов. Это уже принято, думай. И дальше Советом Федерации. После этого указ. Значит, указ после этого президент подписал. Поэтому вы с кем собираетесь воевать? С президентом, с Думой, с двумя палатами? Вопрос как? Вот собрались эти пять человек. Или даже не пять человек, три, два. Хотят повысить себе зарплату. Как ее по себе повысить? Никак нет такого закона, чтобы вам повышали зарплату. А вот закон 130 означает, что вы должны написать так, как требует закон. что меры обеспечивают повышение уровня реального содержания зарплаты. Понимаете, что такое повышение уровня реального содержания зарплаты? То есть, если у вас цены на 5%, значит, все больше 5% – это повышение. А меньше 5% – это не же. Так и написать. Дорогой Иван Иванович, в соответствии с 130-й статьей Трудового кодекса России. Так? Или закона. Такой-то. Вот. Прошу. Установить нам, повысить зарплату в этом году. Ну, а величину не меньше, чем вот величина, которая больше той величины. Больше. Не не меньше, а больше. Потому что повышение – это больше. Да. А если я ровно такую же величину, это не повышение. Это вы будете нарушителем. Так. Хорошо. И пишите начальнику. На чем? Директору. Директору. А кто у вас? Конечно. А директор вам не сделает. Что вы делаете? Вы пишите в Ростраду инспекцию. Они тоже не сделают. Вы пишите в прокуратуру. А прокуратура сидит, далеко глядит и надзирает за точным и полным исполнением законов во всех сферах. Ну и пишите. Прокуратура не сделает. Кто над прокуратурой стоит? Это же государственный орган. Правительство есть. Президент. Пишите президенту. Генеральная есть прокуратура. Есть городская прокуратура. Вы сначала в районную-то напишите. Хорошо. Вы написали письмо директору. Это заявление, да? Или что, требование? Как это оформляется? Письмо. Письмо. Не надо тут ничего. Генеральному директору ООО на три буквы от... Уважаемый, дорогой там. Естественно. Все любимцы. Мы тут прочитали, узнали, что тут как-то смотрели, увидели, что 30-я статья, и почему-то она не выполняется у нас. Насчет других мы не знаем. Нас и не надо знать. Мы пишем это письмо, подписываем. Подписываем. И ждем получения заклада. Копию берем себе, конечно. Делаем копию, отправляем ему или отдаем в руки, или... Копию ему отдаем, подлинник. Как мы отдаем в руки, пишем письмо, принесем в офис, или при встрече? Я думаю, нет. Я думаю, надо сделать так, чтобы у вас было свидетельство того, что он получил. А это надо сделать так. Либо он распишется, что он получил во втором экземпляре. Ну, как-то... Я прихожу к вам и говорю, дорогой Дмитрий Ильич, вот мы тут вам написали доброе такое письмо. Ну, в соответствии с просьбой, закон, который у нас что-то не выполняется, его выполнить. Распишитесь на втором экземпляре, что вы получите. Есть другой вариант. К секретарше отнести, чтобы он на втором экземпляре поставил отметку. Не будет. А секретарше, как известно, это цепно пьет с администрации. Поэтому, скорее всего, не будет. Тогда не надо ни на кого ругаться, не надо шуметь, ни в каких шумах. Идёте на почту и заказным письмом с уведомлением о вручении посылаете своему дорогому директору. На адрес администрации предприятия. Да. Ну, вот и хотите вы там... Можете написать письмо губернатору города. Ответ получите. Сто процентов. Ну, не от губернатора, конечно, а по его поручению. Но получите. Ну, если вы пошлёте президенту, получите. Вы получите... Пошлали письмо директору. Директор никак не ответил. Как не ответил? Получили зарплату, увидели, что не произошло реально. Значит, объясняю. Объясняю. Есть закон об обращении к гражданинам. Вот вы гражданин? Гражданин. Вы говорите, я вот гражданин, а на моё обращение, как гражданин, ответа нет. Нарушен закон об обращении к гражданинам. Прошу привлечь к ответственности за нарушение закона об обращении к гражданинам. Куда? Запомните. Всё, куда? Куда писал? Аккуратура. Аккуратура. Конечно. Если вы не знаете законов, так у вас с вами что-то делают. Ну, вы не хотите читать. Я знаю, вот такие книги вы читаете. А вот эту книгу вы не читаете. А я вот, мне это не надо, а я читаю. А я тоже отвернусь и говорю, да пошли они, пусть они ни черта не получают. Пусть их жизнь научит. Так тоже нельзя. То есть, если администрация предприятия не рассматривает обращение от… Значит, предприятие, нам не важно какого подчинения, собственник там, он не собственник, государственный, не государственный. На нашей территории, если это предприятие, пусть оно японское, китайское, испанское, какое угодно. Вот у нас есть законы в России. Но в России действует, в России действует российский закон. А если кто-то не хочет обеспечивать действие российский закон, он идет против России, против государства. А государство машину наносили, машины его раздали. С вами государство, товарищ. С нами государство. Но вы к этому государству через профсоюз можете подойти. А без профсоюза вы не можете подойти. Вы будете одной личностью, которая мешает работать. и одну личность взять и ее уволить. Вот не надо себя, то есть я вот обращаюсь, вы можете, конечно, не создавать профсоюз, но не надо создавать себе такую ситуацию, когда вас можно взять за шкирку и вывел, и в любой момент уволить, потому что единица – нуль, как писал Маяковский, один даже очень важный не поднимет простое пятивершковое бревно, не только что дом пятиэтажный. То есть бороться в одиночку можно, но результат, скорее всего, будет предрешён. Бороться в одиночку можно в научной сфере. Нет, я именно… А вот в таких сферах, в экономических, политических – это просто глупость. И не нужно бороться в одиночку. Почему? Ну, потому что выгонят вас. Потому что для чего делается армия резервная, армия труда? Чтобы вас выгонять, взять другого, покладить своего и всё. Ну, или, предположим, просто зарплаты официальные устанавливаются ниже, чем то, что получается в конвертах, и за счёт этого… А это нарушение налогообложения – это уголовщина. Это ваши, скажут, или вы нам это вот так будете платить, или мы сейчас это дело, финнорганы сообщаем, и тогда вас сажают. Когда вы уже так бы следователь. Это другая тема. Это когда уже вот такие законы нарушаются, это прямо посадка будет. Там люди хотят, может, красиво жить, а им деньги не доплатили. Там же зарплаты не такие, как у нас. По 400 тысяч там, по 500 тысяч в Думе. А вдруг им не доплатили. Да вы что? Поэтому тут ребята там ходят ваши по тонкой такой цепочке. А если такая вот ситуация имеет место, а я знаю, что она очень часто есть, как действовать, тоже куда писать. Какая? Ну вот, предположим. Если вы, опять-таки, один, никуда не надо действовать, ничего не надо писать. Потому что одного возьмут и тухнут у вас по голове, чтобы не писали. Ну, Дмитрий Олегович, пока вы не сделали профсоюз, ничего не надо делать, ничего. Не надо вообще бороться в одиночестве. Я рассматриваю вот этот вот конкретный вариант, когда вот есть условное производство электрических счетов, и там вот пять рабочих. Вот эти все пять рабочих, надо чтобы хоть, ну пусть не пять, хоть четыре человека, но дружно, ну, сквисту поляется. Если меньше, все, уже все. Ну, в одиночку пустое дело. Нет, ответ на вопрос получше. Я именно это и хотел понять, что вот даже если есть небольшой коллектив, но он каким-либо образом разобщен, то есть не собран тогда как-то в одно... Да, и вам нужно брать такие вопросы, с которыми вот все они, пять согласны. А если возьмете вопрос, по которым согласны только два или три, ну, два уже это один совсем плохо. То есть, когда мы говорим о создании профсоюза и о борьбе профсоюзов за свои интересы, прежде всего экономические, потом мы переходим к условиям труда, и далее, да, к освобождающемуся времени, и в конце концов, к позитивному движению, к развитию, да, всего общества, мы все-таки говорим о больших промышленных предприятиях, на которых... Пусть не больших, но о предприятиях, о коллективах. Ну, то есть, что человек... Ну, вот Марс записал эту книгу, это первая книга, где упоминаются профсоюзы, да? Не считай философии. 19 век. Ну, если с 19 века это уже ведется, значит, надо уже иметь, так сказать, уже опыт достаточный, что нечего вылезать, если у вас нет за вами коллектива. Не надо вести... Что делать тем товарищам, которые хотят помогать, но находятся вот в таких вот немногочисленных коллективах, помогать... Вы можете соединиться... Вот вы можете попроситься в какое-нибудь ближайшее предприятие или близкое по, так сказать, профилю работы, чтобы, так сказать, вот где-то вы в этот куст попали. Профорганизация. Сабанатка тоже вас поддерживает. Вы можете же какую-то близкую по теме. Но мне вот тогда не совсем понятно. Вот предположим, вот мы говорим о организации, которая занимается сбором электрических счетов. Есть еще одна организация, которая занимается сбором электрических счетов? И по большому счету... Вот и сделайте один профсоюз на все эти организации. Ну, надо как-то иметь вход в эту организацию, быть знакомым с рабочими из этой организации. У нас наши товарищи газеты распространяют, и вход нам не нужен, а подход есть. Идите к подходу, давайте людям газеты, приходите, участвуйте в распространении газет. Газеты зарегистрированы и вот на народную правду. Пожалуйста, и контакт. Можно наладить с любой организацией. Ну, потому что просто так я буду стоять, вот и неизвестно кто. А если я газета распространяю, это нормальное дело, правильно? Я кто-то... Я согласен. Я защищен законом о журналистах. Это закон о печати. Этот закон предполагает до двух лет за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. То есть, вы подумайте, ну, вот человек, если идет на войну, что он сделал тоже? Он должен вооружение, он должен амуницию. Так? У него должна быть здесь не крепка, опаска. Ну, это же понятно. Если люди идут и понимают, что будет сопротивление, надо к этому готовиться. То есть, вроде люди взрослые, но они как-то по-детски думают, что я вот выступлю. Ну, ты выступишь, тебе дадут по борьбе или выгонят. И что? Что-то добиться. Ну, ты если думаешь о выступании, там 300 человек, а вот 3 человека. Ну, вы подумайте, с кем можно соединиться и каким-то образом создать такую организацию, которую, по крайней мере, разбить нельзя. Например, если я вот требую исполнения какого-то закона, я делаю очень просто. Я просто... Вот я тогда по-другому делаю. Я не требую. Я боюсь. Вот вы пришли, вы начальник. Почему не работаете? А потому что я не хочу нарушать технику безопасности, вы же меня и уволите. Я вас и боюсь. Вы исправьте, я буду работать. А когда вы будете работать? А как сразу исправьте, так сразу и буду. Я же не буду бездельничать. Разве я бездельничаю когда-нибудь? Я с удовольствием. Мне работать лучше, чем сидеть. Это доска зеленая, сидеть и ждать, когда вы почините. Да почините вы мой этот самый аппарат. И я буду работать. То есть как-то надо... Ну, к борьбе-то надо всегда... Кроме стратегии есть еще и тактика. Ну, а тактика... Почему я говорю, что вы не сделаете коллективного договора. А вот нарушения, которые связаны с прямым нарушением, ну, это непонятно. Как-то так закон-то. Ну, закон-то должны все соблюдать. Это же закон и президент должен соблюдать. Он не может пойти... Он его, кстати, подписал. Потому что закон вступает в силу после того, как он подписан президентом и опубликован в собрании законодательства и в российской газете. Если он не опубликован, он тоже не вступает в силу. А президент может не согласиться с федеральным собранием, в котором две палаты прошли Думу, прошли верхнюю палату в Совет Федерации. А президент не подписывает. Он может наложить вето. Но вот эти вот две палаты собираются и преодолевают, могут преодолеть вето президента. Тогда президент обязан подписать. Он не выше, чем Дума. Указы президента это документы третьего уровня. Первый уровень – это конституции. Это выше, чем указ президента. Второй уровень – это федеральные законы. Нет, это конституционные законы, которые приняты двумя третями голосов Думы или федерального собрания. И третий – это обычные федеральные законы. А потом идут четвертый номер указа президента. Если указ президента хороший, и он не выполняется, он может не выполняться, потому что почему-то президент не взял свой закон и не выдвинул его в качестве, указ в качестве закона, а сделал указ. А вот если указ сталкивается с законом, что должно выполняться? Закон. Ну тогда зачем же? Вот я, например, бы посоветовал и попросил его даже. Вот у вас, Владимир Владимирович, замечательный указ о развитии России до 30-го года. Сделайте его законом. У вас же есть право закона. Это не кстати. У меня вот нет его. Его у вас есть. Вы берете и его подаете. Я вот не сомневаюсь, что Дума проголосует за. И Совет Федерации проголосует. И будет закон. А сейчас получается так, что эти же чиновники, которые вас хвалят, они на вас плюют, потому что они сказали, вот федеральный закон, он выше, чем указ. Указ одно гласит, а федеральный закон другое. Все, выполняется федеральный закон. И постановление правительства, допустим, ну вот хорошо. А председатель правительства, его указания выполняет правительство. Я вот должен выполнять законы, а насчет остального никто не обязан. Если вот я как настаиваю на этом пункте, а человек говорит, а вот указ есть, указ не может нарушить статью 130, которая есть в трудовом подвесе. И вообще никакой закон не может быть нарушен указом, каким бы то ни было. Так, дорогие товарищи, вот в рамках этого разговора хочу посоветовать, посмотреть лекцию, которую про Вячеслав Михайлович Лазарев в университете рабочих корреспондентов, которая называется «Применение трудового законодательства в борьбе за улучшение условий труда». Да. Вячеслав Михайлович молодой специалист в этой сфере, поэтому думаю, что может быть мы даже переговорим как-то с ним. Как раз он рассказывает, о 10-м федеральном законе и о тех статьях трудового кодекса, которые надо применять для того, чтобы улучшить условия труда. Вот я думаю, что всем работникам таких организаций, где мало людей, надо сидеть и читать все вот ведомственные документы по охране труда, технике безопасности и так далее, где количество не зависит. Вот статья такая, пункт такой. Вот выполнят, я продолжаю работать. тогда у вас будет улучшаться. Улучшаться будет, скажите, и понятно по поводу этого, вы можете, такие эксперименты мы уже делали, вот можно взять, один человек пишет по поводу нарушения этой 130-й статьи, а прокуратура это отдает рост трудоинспекции, а рост трудоинспекции уже это не делает, она это не защищает. Поэтому здесь, ну раз это борьба, то зависит от количества, конечно, от того, чтобы был какой-то коллектив солидный, а если это один-два человека, ну не будут, это вы хотите деньги у них забрать, а они не хотят отдавать. Это понятно? Вот вы сейчас скажете, отдайте мне 15 тысяч рублей, не отдам. А вы скажете, так это мои деньги, ваши, но не отдам. И что? И что вы будете делать? Ну, я просто хотел прояснить именно вот этот момент. Вот я проясняю, не приходите больше на работу. Пожалуйста. Пожалуйста. Я вас очень уважаю. Да. То есть, но если вы придете, вы увидите, что в вашем рабочем месте все закрыто, и все. То есть, мы не должны, мы потому и говорим, что, ну что, непонятно, что в одиночку не воюют. Ну, не воюют ни в экономической борьбе, ни в политической, ни в военной, нигде этого. Никто, ни один человек, ни один умный человек вас не посоветует в одиночку воевать. Ну, что вы будете делать? Сейчас вот будут три каких-то здоровых лба, я сейчас пойду с ними воевать. Ну, они мне накостреляют, и я пойду, так сказать, с фингалом, и руки, ноги мне сломают. Вот такое и всего. Что тут такие вещи? Не воюйте в одиночку, товарищи. А? Не воюйте, товарищи, в одиночку, соединяйтесь с профсоюзом. Ну, для чего людей собирают? Поход собирайся, песнях поют. Да? Поход. Собирайся. Собирайся, так походу надо собрать людей для этого дела. Это вот мы, это считайте, что вот мы сбор объявили. Вот эта вот передача, она направлена не на то, что вы вот сейчас в одиночку начали воевать, она направлена на то, что вы собрались для того, чтобы коллективно отстаивать свои интересы. Коллективно. И не приставать насчет того, какие у вас взгляды на то или иное. Да какие у вас, не важно, какие у вас взгляды. А то, если у вас будет лучшее условие труда, и у вас большая зарплата, в любом случае, вам будет лучше. Правильно? А если касается дела взглядов, это другая тема. Это вопрос о политических партиях, о политической борьбе. Ну, мы с вами говорим об экономической борьбе. И не надо этот божий дар в священности смешивать. Хорошо. Что мы еще можем сказать в рамках темы создания профсоюза? Мы можем сказать, что вообще это неприлично ведут себя товарищи. Вся история России, история борьбы рабочего класса такая великая, что вот так себя вести, как нынешние рабочие ведут, это, можно сказать, стыдобо. бояться или только сам за себя. Это в худшем, так сказать, тяжелом сне можно такого видеть, когда ведут себя так, как ведут капиталисты. Не берите пример с капиталистом. Он правильно делает, что он в одиночку, потому что он себе вот одну машину накапливает. А в одиночку вести коллективную борьбу или борьбу, которая может быть выиграна только коллективно, это глупость. И поэтому возьмите историю, посмотрите, сколько было забастовок. А забастовки, у нас разрешены, есть закон о забастовке. Здесь все расписано, в этом кодеке все написано. Для маленьких организаций нечего и думать о никаких забастовках. А вот если у меня сломана моя машина, и мне может руку оторвать или голову оторвать, а я начинаю работать, сколько хочешь. У меня отец вот в 50 лет умер, последнее его действие было, состояло в том, что ночью другой человек включил рульган, на котором здоровая 500-килограммовая опуха была, у него голову прижало к столбу. А почему? А в чем дело? А в том, что должен быть сначала сигнал, а потом двигается рульган. А сигнал не работал. А люди ночью, где и так тяжело. Так что это таких случаев тьма. Совершенно понятно. То есть главное сохранить не только сейчас кто думает о зарплате, вы главное сберегите свое здоровье. Потому что будет здоровье, тогда можете зарплату добывать. Если вы наоборот поставите, что главное это зарплата, возможно, что вам зарплата уже не понадобится очень быстро. Некоторые такие есть чемпионы, работают на экскаваторе, много часов и так далее. Раз, руки, ноги отказали, больше он нигде не работает и он доживает свою жизнь ищите. И до пенсии можно заработать. А пенсию это одвинули. А почему это одвинули? А потому что вы увидели, что никто не горится, что дружно выступили профсоюзы против этого самого увеличения. Нет. Я, например, хоть выступал словесно. А эти товарищи красота. Вот те люди, которые сидят у нас во дворце процессов, у них пенсия все нормально с пенсией. Им и пенсия не нужна. У них это не тяжелая работа, они могут съездить на это. Я думаю, что если бы не выступление специалиста фонда рабочей академии, было бы, может, еще что-то хуже. Я имею в виду, когда шел разговор про сжатие рабочей недели до 10 часов в день с якобы тремя выходными выступления, в том числе Михаила Васильевича процесс значительно затормозил. Это заготовка была какая? Вместо того, чтобы новую технику делать, вот вы на этой технике работаете, а вот освободите у вас, а то уже другие люди будут. Пятницу, субботу, воскресенье. Четырех дневных. А за четыре дня вы придете в негодность, потому что по 12 часов работать. Там предлагалось по 10, но там, где по 10, там и по 12. А сверхурочные они же не будут отнимать. А сверхурочные остаются два часа. Два часа сверхурочных оплачивается в полуторам размере, а дальше двойну. Это, кстати, это тоже люди не контролируют. Дескать, нам вот сверхурочные оплатили. Вам правильно оплатили? Вы сколько? Шесть часов сверхурочных или четыре? А в день сколько получилось? Больше? Вот первые два-полтора, полтора раза, а дальше двойна. Не соблюдайте. Ну, если вы не контролируете эти люди нечистые на руку, а из кого эти капиталисты у нас сейчас взялись-то? Из нечистых на руку. Они вот и стоят. Ну, я тут тоже на примере сборочных предприятий видел, что эти ситуации, они, так сказать, где-то выбирают что сто платят, то есть сверхурочные платят нормально всегда, но при этом там большие нарушения в условиях туда не выдают ботинки. И что хочешь делать? Вот я бы советовал в таком случае не забирайте себя сильных. Я бы, например, концерт бы делал такой. Я боюсь. Не, я не буду, я боюсь. Хотите напишу заявление. Я в таких условиях, которые нарушают закон, боюсь, во-первых, того, чтобы со мной здоровье будет, и что вас накажут очень сильно посадят в тюрьму. А я вас люблю. Завтра вашего рабочего места просто не будет. Лучше пусть не будет моего рабочего места, чем меня не будет. Не надо меня запугивать, я себя выше ставлю своего рабочего места. с этим не поспоришь. С этим не поспоришь. Вы так решите. Вы будете защищать свое здоровье или будете защищать рабочие места работодателя, которые он создал. И создал, и не может их нормально организовать, чтобы там не было нарушений. И так у нас тяжелая, вредная, опасная работа. Она не уменьшается. У нас, например, добыча угля уже была гидроспособом. Там никто никого не убивает. Гидроспособ не использует, а сколько уже смертей. Лопатами. Смертями шахтеров. Сколько раз уже было. Причем шахтеры в этом сами участвуют. Вместо профсоюза они подкручивают этот самый аппаратик, чтобы он не показывал загазованность. А потом раз, и все, и пропали. И дети там, и все, и жизнь, и деньги, все пропало. Ничего. Я удивляюсь смелости этих людей. Говорят, мы люди и си. Да какие? Вы очень смелые люди. А что вы такие смелые, что вы допускаете, нарушаете 130-ю статью? Вы участвуете в нарушении, работодатель ваш нарушает, и вы тоже с ним прикрываете и нарушаете. Но работодатель не знает, а вам вот мы сказали, вот теперь вы умышленно участвуете в нарушении закона 130-й статьи трудового кодекса. Считайте, что я вам нажаловался на вас в прокуратуре. Но она не будет рассматривать, потому что она вот это не смотрит. Ей будет заявление. А заявление я не напишу, я не кляузе. Итак, если вы будете вести эту коллективную борьбу и у вас будут вопросы, я телефон вам сказал, могу повторить 8-921-939-60-99. Я вас уверяю, что вы меня не замучаете, потому что я знаю, что так слабо сейчас борются, что по 7-м звонков практически нет. звонят редко. Я обстоятельно всем людям объясняю и помогаю. Меня благодарят и так далее. Но это редкость. Я понимаю, меня учили, я рабочий класс создавал и крестьянство. Создавали всякие блага, которым я пользуюсь. Поэтому это мой долг. Но я хочу сказать, что они особенно и спрашивают, а почему? А потому что не хотят бороться. Ну не хотите бороться, будете умирать. И умирает. Я уже говорил, смертность у нас колоссальная. Начиная с начала 2000-х годов смертность превышает рождаемость. То есть не в зарплате речь. А вот такие условия труда, смертность высокая, рождаемость низкая. Семьи стали два человека и один ребенок. Россия вымирает. Вымирает. А вы еще думаете, бороться нам не бороться. Не боритесь, так вы вымирите постепенно. маленький был такой вот, такие люди жили великие, россияне. Но сейчас их осталось мало. Куда идет-то? Кто виноват? Только виноваты начальники? Нет, не только начальники. Если начальники нарушают закон, а вы даже с пятиухом не ведете. То есть мы комплименты не обязаны делать, в том числе и трудящимся. Дорогие товарищи, вступайте в профсоюз, создавайте рабочую секцию этого профсоюза, организовывайте новый профсоюз. Это несложно, надо собраться втроем, выбрать председателя, выбрать его заместителя, назначить казначея, назначить небольшую сумму взносов, условно говоря, 50 рублей или какой-то процент от зарплаты и набирайте процент от зарплаты. и набирайте 50 тысяч, а у другого будет 10 тысяч. А процент, а если одинаковые суммы, получается так. Можно единовременный взнос сделать. А взнос можно всегда сделать. Взнос можно сделать. На пользу. Значит, делайте так, как говорит Михаил Васильевич, это будет вернее. И собирайте в свой коллектив столько товарищей, сколько вы сможете сагитировать. 10, 15, 20. В зависимости от размеров предприятия и количества работников этого предприятия, постарайтесь достичь более чем 50-процентного перевеса, чтобы при принятии решений, при введении трудового спора, заключении коллективного договора или какого-то другого соглашения, на вашей стороне была большая половина работников предприятия. Причем это могут быть как рабочие, так и нерабочие, но мы знаем, что улучшая условия труда рабочих, улучшается и условия труда и других членов общества, всех членов общества и зарплат, потому что тот же самый применение машин, это результаты повышения заработных плат. Условно говоря, если один экскаватор стоит столько же, сколько и 10 человек на лопате, значит, возьмут 10 человек на лопате, а не экскаватор. А если 10 человек на лопате будет стоить дороже, чем экскаватор, значит, возьмут экскаватор. Вот и будет повышение и производительности труда, и очевидно, и уменьшение интенсивности труда, потому что не люди будут на лопатах стоять, а один человек управлять механизмами. Объединяйтесь в профсоюзы, присоединяйтесь к борьбе. Да, я бы даже так сформулировал, что объявляется профсоюзная мобилизация. То есть надо мобилизоваться рабочему классу России, надо провести профсоюзную мобилизацию. Как проводится мобилизация? Один. Один. Если человек выступает на профсоюзные дела, за то, чтобы следовать нормам законов, защищать все законы или применять те законы, которые имеются. Это же все эти законы хорошие получены профсоюзной борьбой. Да. А не просто так. Мы говорили в прошлый раз о том. Да, мы уже говорили об этом разговоре. Значит, один человек – это пост. Вот если вы начали один бороться, но я не предлагаю, чтобы вы один пошли и что-то требует поставили от начальника. Нет, вы начали организовывать этот профсоюз. Один. Два человека – это группа. Три – это организация. Создайте организацию, а вот от трех уже действуйте дальше в соответствии с тем, что сказал Дмитрий Олегович. Конечно, три – это мало. Надо сделать профсоюз. У вас преимущество – коллектив, потому что на всех предприятиях, как правило, работающих больше, чем администрация. Как за редким исключением. Вот это то преимущество, которое есть. Потому что людей работает много, а то есть шишки получает много, человек копышки получает гораздо меньше. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи, за внимание. Сколько мы там наговорили, Антон Геннадьевич? На сколько лет, спрашиваете? Наговорили. Субтитры сделал DimaTorzok